Доброе утро! 19 января 2016 год. Зима, зимняя погода у нас. Примерно 17 градусов, 18 градусов тепла. Люди одели пиджачки, носки. Даже видела у некоторых перчатки на руках, потому что они боятся холода. Но вообще здесь, во Флориде, очень боятся люди холода. Ну, то есть так об этом говорят все время, так об этом все время шепчут, если вот похолодало. Ой, это такое у них, ну, прямо, прямо тема для разговора. Вот, а похолодало-то, как у нас иногда летом бывает так. Вот. Прилежащая к морю территория эта. Решила походить. Никого нет, слава богу. Хоть не будет смотреть, что я делаю. Обычно вот так вот держу телефон же. Вроде бы снимаю, да? Некоторые не замечают. Похоже, вроде как я разговариваю по телефону. Но некоторые просто вылупляются и смотрят. А именно почему? Потому что, что она такого, что здесь такого снимать, они имеют в виду. Что нет здесь никаких таких вот красивых, я не знаю, памятников старины, что ли. Они, да, они становятся фотографироваться около памятников, около каких-то там, на каких-то исторических местах, музеях. Так, вот, в Киевесте мы были, стояла очередь такая большая в музее Хемингуэя. Вот, хотели они все его посетить. Ну, то есть они так вот, американцы, я имею в виду, любят это, свою историю там. И на ней сфотографироваться. Ну, вот просто, ну, я имею в виду посидеть, посмотреть и фотографии сделать, запечатлеть на будущее. Но просто снимать, как я вот сейчас снимаю, паркинлад. Они этого делать не будут. Вот, и на побережье вот так вот выглядит все. Вот такие вот малюсенькие домишечки здесь. Здесь, как я уже говорила, люди имеют по вторым домам таким. Это не обязательно, что они здесь живут целый год. Наша территория, она такая вот отдыхающая, можно сказать. И отдыхают они не совсем так, как мы отдыхаем. Hi, morning. Ну, вот, все проходящие говорят друг другу доброе утро. И написано здесь вот, что, пожалуйста, оставьте ничего здесь. Ничего не оставляйте здесь, только ваши, и вот следы нарисованы. То есть ничего не оставляйте, пожалуйста, на пляже, только ваши следы. Вот. И на пляже правила обычно вот такие при входе на пляж бывают. Значит, вот там черепашки, яйца, пожалуйста, не трогайте там, где огорожено. Черепашки, яйца, курить нельзя. Курят люди на пляже, это все ерунда. Значит, и первый раз нарушение 143 доллара заплатишь. Но это все. А вот этот вот, не знаю, зачем этот ящик, туда что-то кладут, не знаю. У них все так вот, все заморочено. Но это не значит, что люди так прямо следуют этому, я имею в виду, этим правилам. Или так к этому относятся очень. Но, во всяком случае, на пляже курят, конечно. Разбрасывать мусор не разбрасывать, нет. Потому что здесь есть вот такая вот, что это такое, вот как это называется, парусник, как это вот называется, вот это не знаю. Мусор они не разбрасывают, потому что здесь есть баки. Вот один бак, это для баночек всяких вот этих вот металлических из-под пива, из-под воды. А здесь просто мусорная для такого мусора, сухого. Но часто что-то такая мусорка без пластикового мешка. Обычно с пластиковыми мешками они, то есть обязательно пластиковый мешок, и они выбрасывают. И заменяют мешок новый. Вот. Вот такой пляж, январский, холодный. Вот такие люди ходят, замотанные в пиджачки. Обычно носят здесь, конечно, вот эти вот пуховички, которые тонюсенькие. Ну вот у меня такой, вот такой пуховичок. Не носят они, конечно, классические эти пиджаки, только в бизнес. И вообще увидев человека, одетого в костюме в галстуке или без галстука, но классический. Сразу видно, что он идет в бизнес какой-то, в офис, и что там такой дресс-код. Если там нет такого дресс-кода, то они ходят в обыкновенных футболках, майках, шортах и так далее. Даже вот программисты, я знаю, работают где-то в компьютерных там центрах. Там люди работают, они одеты обыкновенно. А вот в бизнесе, типа как продавец, например, стоит, или там в офисе какой-то клирк, какой-то серьезный там, я там знаю, ну, юридическая консультация, там помещение, или, я не знаю, там по налогам какая-то инспекция где-то находится, и надо ее посетить, то вы увидите, а людей одетых классически правильно. Опять же, город на город не приходится, конечно, в каком-то большом мегаполисе в Нью-Йорке и прочее. Их больше, здесь их меньше, но в основном у нас по одежке здесь не судят. И люди наоборот, те, кто богатые, те, кто белые, американцы, они всегда как-то одеты настолько проще намного, чем приезжие остальные. А приезжие стараются что-то купить такое вычурное, яркое, одеться хорошо, потому что в своей стране, возможно, этого немножко не хватало. Или другие были такие правила, как у нас в нашем Советском Союзе, особенно у женщин. Одеваться и красятся с раннего утра, и мусор выносишь накрашеное. Вот, но здесь так вот не принято. Но, тем не менее, все это уважается, никто не смотрит на тебя косо, и хоть какая-то там яркая, намазанная, если с высокой прической, как дом на голове, будешь утром, я имею в виду утром, не в вечернее время. Вот, никто на тебя не обратит внимания. Ну вот. Вот опять и про эти. Вот видите, правило написано. Си-оц. Вот эти вот метелочки такие растут. Ну вот такое растение такое, вот морские там оц называется. И вот пишут, что не уничтожайте его, оно сдерживает песок. Оно скрепляет песок, берегово, берег сохраняет это растение. И в случае шторма эти растения типа помогают сохранить пляж. Вот, это такие правила. Ну вот обыкновенный, прямо-таки деревенский выход к морю. Никогда я здесь не была, первый раз. Вот опять же мусорка, везде в Америке мусорки. Вот она мусорка опять. Это лампа, по-моему, фонарь. Вот, выходим. Ну вот она деревня. Деревня. Деревня на пляже. Вот. Вчера в автобусе, вот в этом Кивес, да, мы ехали. И вот пассажиры там эти, они все такие престарелые. Вообще люди, пенсионеры в Америке, очень любят путешествовать. У них есть для этого возможности. Самое главное время, конечно, деньги, в принципе, на путешествия. Смотрели на какие, конечно, путешествия. Вокруг Европы это дорого, значит, там, или там куда-то Австралия, или вокруг мира, да, вокруг земного шара есть трипы, да, это дорого. А чисто по Америке или рядом прилежащие страны латинские, очень дешево. Но дело все во времени, у молодого народа не так его много, они там путешествуют раз в два в году, может быть, три на какие-то праздники, потому что детей надо собирать, надо школа, садики и их работа все это сдерживает. Ну, а пожилой народ, он, конечно, более мобильный и очень это любит. И еще что, вот кажется, как вот пожилому человеку, они там все с палками, они там все такие старые, как же он там не развалится в дороге в этой. Все очень хорошо предусмотрено, и любое путешествие знают, что именно старые люди. Это вот, ну, везде, это вот на этих Растериях там все есть для, извиняюсь, для инвалидов. Где-то там на остановочный путь-то все есть для них. Вот эти вот широкие двери в туалетах, широкие двери в отелях, чтобы заехала коляска инвалидная. Ну, в общем, все-все есть для них, поэтому им путешествовать легко. Есть служба, которая организует это все. Если он не может добраться там на какой-то этаж или в лифт сам, заехать этот человек обязательно в гостиничную или какая-то там служба, куда он пришел, обязательно его обслужить. Они выйдут и скажут, пожалуйста, мадам, сюда-сюда, еще там они такие приветливые, с какой-нибудь шуточкой там и так далее, и будут ждать ее, эту мадам, 90-летнюю. Вот, 90 минут будут ждать 90-летнюю мадам. Так, зимняя такая вот неяркая у нас природа, даже пальмы как-то паникли маленько. Вот, пойду назад к машине и кусочек вам показала зимнего пляжа. Ну, прохладно, слушайте, вот солнце-то яркое, а как-то мало греет. Вот, вот ракушками, уже сто раз показываю, почему в Америке чисто. Пластик кладется на грунт, потом вот эти дырки вырываются, куда сажаются пальмочки, всякие кусты. А потом насыпается либо мульч наверх, вот цветной там, красный, коричневый, бывает черный, либо ракушка, либо камушки. Вот это в данном варианте ракушка здесь насыпана. Так, сейчас 10 часов утра, днём будет, конечно, потеплее. Во Флориде всегда меняется погода в сторону потепления, никогда не бывает такое. Ну, вечером, может быть, вот зимой, может, и будет так же прохладно. Но дневные часы, 2-3 часа дня будет ещё теплее намного, чем сейчас. И что я здесь поразилась во Флориде, не знаю, даже вот кто-то это замечает, и где это прочитать. Почему-то дожди идут ночью. Вот, вот эти флоридские дождики такие добрые, они такие мягкие такие, такие они, не сильные. Они идут ночью. И вот утром встаёшь, и дождь был. А днём как-то его нет никогда. Вот странно, что по времени суток дождик идёт. Что-то у меня там видео...